Знаете, когда мы говорим о Евросоюзе, мы должны понимать, что и Украина и Молдова сейчас воспользовались ситуацией, которая на международной арене, для того, чтобы скорее всего получить моральную поддержку от Евросоюза. Потому что стать членом Евросоюза и Украине, и Республики Молдова, ну это нужно где-то лет 20-30, то есть не раньше. Потому что многие условия, то есть даже на данном этапе эти страны не готовы стать членами Евросоюза. Это скорее всего такая моральная поддержка со стороны Евросоюза, которая нужна проевропейским властям, как на Украине, так и в Республике Молдова. На Украине из-за военного конфликта нужно какой-то результат все-таки предоставлять населению в Республике Молдова из-за кризиса, из-за инфляции нынешняя власть тоже должна что-то предоставить. Сейчас на самом деле вопрос о евроинтеграции не является первостепенным для граждан Республики Молдова. Потому что первые пять проблем, с которыми столкнулись граждане, последние социологические вопросы показывают, то это связано с экономикой, это связано с ростом цен, это связано с инфляцией, которая стала рекордным вообще в истории Республики Молдова до 30%, то есть на Украине, где ведутся военные действия, инфляция намного меньше. Отсутствие рабочих мест и многие другие вопросы. То есть данные получения статуса кандидата в члены Евросоюза, это скорее всего будет использоваться властями как некоторая победа, скажем так. Но она это, скажем, отсрочит, создаст информационный фонд буквально на неделю. Через неделю люди дальше будут думать о своих проблемах. То есть мы должны и понимать этот вопрос. Естественно, что касается Приднестровья и даже Гагаузии, даже Севера Республики Молдова, потому что да, есть множество зон, которые еще не до конца понимают, что это и как это будет происходить. Естественно, с ними, то есть Республика Молдова даже не может получить статус кандидата, в дальнейшем решить, без решения проблемы Приднестровья и Гагаузии даже, потому что с ними должны вестись диалог, должны эти проблемы решены, скажем, политический, скорее всего, конфликт, потому что нет вооруженного конфликта с Приднестровьем. Все эти вопросы должны быть решены. Но опять же говорю, даже в вопросе самым таком легком юстиции, да, у Республики Молдова и Украине есть много минусов, которые на данный момент необходимо лет 10, да, чтобы их преодолеть. Обострение будет, и власти понимают, что, да, даже получение статуса кандидата, скажем так, не успокоит население, потому что цены настолько, что затронуло буквально 90% населения, то есть данная проблема. Протестное настроение, оно будет расти, волнения будут, это естественно. И уже известно о том, что готовятся какие-то кадровые перестановки, которые, да, скажем так, немного успокоят общество на какое-то определенное время. Но опять же, ситуация настолько плачевна, что, ну, здесь нужны кардинальные решения. Проблема в том, что у государства, у правительства нету стратегии антикризисных мер, которые нужно предпринимать. У них даже нету стратегии поэтапной, то есть долгосрочной, краткосрочной. На данный момент мы видим стратегию, с которой они приходили на выбор. То есть это электоральная стратегия о реформах юстиции, о борьбе с коррупцией и так далее. Но даже последние логические опросы показывают, что уровень коррупции в Республике Молдова только увеличился из-за кризисной ситуации экономической. И, естественно, правительство должно что-то предоставить. Кроме того, да, вот мы говорим о евроинтеграции, но мы должны учитывать и тот факт, что евроинтеграция возможна только при том, что Республика Молдова будет нейтральным государством. Потому что 73% граждан Республики Молдовы, они хотят сотрудничать как с Востоком, так и с Западом. Причем не только в Республике Молдовы, даже в Румынии процент показывает точно такой же, даже по поводу санкций против России. 73% против санкций, то есть граждан Республики Молдовы против санкций против России. В Румынии то же самое. То есть мы даже видим в европейских государствах, где вот мы работаем, сотрудничаем, что интерес к Украине, он снижается, и люди не понимают смысла данных санкций, потому что они работают в первую очередь против тех государств, которые вводят эти санкции. Естественно, то есть любое государство, любое правительство должно исходить в первую очередь из национальных интересов. И видим даже результаты во Франции, выборы, когда партия Макрона потеряла большинство. То есть данная ситуация будет повторяться в каждом государстве, в европейском государстве и в Республике Молдова включительно. Весь бизнес сейчас страдает. Просто правительству повезло, что еще лето. Ситуация достаточно благоприятная, погода хорошая, люди немножко радуются этому. Но бизнес, буквально уже 20% среднего и малого бизнеса из Республики Молдовы уезжает в другие страны, которые более открыты экономическим сотрудничеством со всеми абсолютно странами. И здесь я всегда привожу пример даже членов стран НАТО, когда мы говорим о том, как нужно нам себя вести. Для меня, кстати, пример Турция, которая с одной стороны продает Байрактар и Украину, но с другой стороны продолжает экономические сотрудничества с Россией. В первый месяц военных действий Турция открыла свою экономику для России. И, если не ошибаюсь, более 100 компаний переехали именно в Турцию из России. И это порядка сотен миллионов долларов. И такие страны, как Республика Молдова, да, это можно сказать цинично, но на мой взгляд это правильно, потому что это интерес национального самого государства. И тот же Израиль, который не имеет, скажем так же, тех санкций по поводу банковских перечислений, открыли просто-напросто. И все европейские страны, то есть, по этому пути, одно дело, как бы делать декларации красивые, такие в поддержку Украины, для того, чтобы мы морально, но с другой стороны мы видим, что сотрудничество с Россией не прекратилось. Такое может произойти и, скорее всего, произойдет, потому что в этом направлении решения данных проблем не предпринимаются абсолютно никакие действия. Не только, скажем так, энергоресурсы выросли в цене, там, и дизтоплива, бензин и так далее, и так далее. Просто поддержки абсолютно нету никакой. То есть, аграрной промышленности. Если до сих пор, до вчерашнего дня, до начала протеста со стороны аграриев, был, скорее всего, такой шок, никто не понимал или ожидали. И сейчас уже абсолютно все поняли тот факт, что кроме данных проблем у нас еще и была засуха. Урожай будет достаточно слабым осенью. И получить какие-то другие, скажем так, помощь или поддержку, но здесь просто не откуда. Да, с одной стороны нам говорят об этих кредитах, об этих помощи, но эти деньги не доходят. Даже вот последние социологические опросы показывают, что люди не чувствуют вот этой финансовой поддержки. Давайте говорить серьезно. 40 миллионов долларов инвестиций в армию, и когда ты не имеешь что кушать, это достаточно глупо, и люди уже просто разочаровались. Люди всегда, да, они хотят жить в развитом государстве, скажем, европейском. Но мы должны понимать, что в первую очередь люди хотят, чтобы наше правительство, наше государство сотрудничало абсолютно со всеми для того, чтобы решить нужды людей. То есть, в первую очередь, это газ, который получает Республика Молдова, получает его с России. То есть, и здесь люди просто требуют, не просто хотят, а требуют, да, и возмущаются очень много для того, чтобы правительство обсудило этот вопрос именно с правительством России, так же, как это сделала Сербия. То есть, здесь, опять же, есть множество примеров европейских государств, которые делают дипломатичные. Почему вот вопрос, почему наше государство не может это так поступать. Второе, то есть, это именно экономический кризис. Или приостановка даже этих роста цен, потому что, да, вот нельзя сказать сегодня, что стоит вот определенно. Потому что завтра будет дороже, скажем так, на 5%, на 10%. Цены на некоторую продукцию возросло где-то буквально в 120%, 200%. И сейчас это волнует людей. То есть, экономическая составляющая, рабочие места, да, вот я говорил из-за того, что многие компании уезжают за границу, то есть, переезжают в деятельность в другие страны, опять же, дефицит рабочих мест. Люди просто не имеют где работать. И уже потом, да, уже возникает вопрос, там, скажем, о ситуации на Украине или евроинтеграция. Потому что люди понимают, то есть, это вопрос десятков лет, чтобы мы стали европейским государством. Кроме того, давайте будем говорить серьезно, мы еще не знаем тех условий, на которых нам предоставят. Потому что, да, вот есть разговор, что ЕС оставит за собой право отказать потом, даже, то есть, или аннулировать даже вот это вот членство в кандидату. И, опять же, вопросов очень много. С одной стороны, да, это моральная поддержка со стороны Евросоюза, но с другой стороны, мы понимаем, что нам нужно решить те проблемы, которые нас затрагивают уже сегодня. Потому что, если мы их не решим, ну, извините, после зимы некому будет вступать в Евросоюз. Потому что, да, вот странная тенденция, 22 процента, опять же, последние опросы показывают, что 22 процента граждан готовы в ближайшее будущее уехать из страны. То есть, и мы, получается, что останутся только правительство и пенсионеры, которые не смогут уезжать. То есть, о каком тогда развитии, о каких реформах, о каком вступлении в Евросоюз может быть речь. Продолжение следует...